Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана и сегодня у нас рубрика Фоберлик Беспрекрас. А это значит, что впереди вас ждут самые честные и достоверные отзывы. Итак, поехали! Много интересной декоративки буду сегодня показывать, потому что на днях разбиралась именно в декоративной косметике, решила то, чем не пользуюсь, выбросить, потому что меня эти склады, если честно, уже бесит, раздражают. Ну, не подошел продукт, ну что теперь делать? Хранить до пенсии? Нет, конечно. Начнем с бытовухи. Бьюти Кафе мыло, это у нас с вами груша, в артикуле 29-35. Очень нравится, использую в пенный дозатор вот этого флакончика, мне теперь хватает очень-очень надолго. Пол флакончика наливаю в один полулитровый дозатор, который вспенивает пол флакончика в другой, получается у меня литр пены, иногда даже меньше, чем пол флакончика, иногда надо пожиже разбавить. Поэтому класс. Но и в целом, если не в дозатор добавлять, я это мыло очень люблю, оно ручки не сушит, оно пахнет обалденно, оно красиво смотрится в интерьере, вот этот вот цвет прям обожаю. Так, дальше, девчонки. Средства для ванны уже миллион раз вам нахваливала, но повторяюсь, потому что много новеньких прибывает на канале, кто-то информацию еще не слышал. Так, артикул 302-21. Это мощная тяжелая артиллерия для серьезных загрязнений на поверхности ванны. То есть вот, если есть какие-то легкие загрязнения, которые просто можно там с мылом, с губочкой пройтись, не надо прибегать к этому. Это когда какой-то налет, прям такой вот, знаете, серьезный, потому что может повредить поверхность, если передержать. Акриловые ванны не повреждают проверено, а вот чугунные с покрытием краской, да, повреждать может, если будете передерживать. Становится потом шероховатое это место, и там может скапливаться, наоборот, еще хуже грязь. Поэтому не передерживайте, распшикали, чуть-чуть подождали, прям прошлись тряпочкой, все смыли. Прекрасно справляется с загрязнением, просто супер. Я накручиваю на него распылитель, который тоже заказывала в Фаберлик. Средство для мытья посуды концентрированное, с ароматом свежего лайма, закончилось. Артикул 397. Все средства в Фаберлик для мытья посуды прекрасные, шикарные, потрясающие. Но единственное, мне не нравятся вот эти два кремовых средства, потому что они плохо пенятся. А так, вот эти чередую, оно 0+, подходит для мытья сосок, бутылок, как бы никаких нареканий нет, пенятся отлично. Я раньше разбавлялась, сейчас не разбавляю, тоже в дозатор для средства наливаю. И вообще, шикблеск, красота. Так, дальше поехали. Освежитель на водной основе, который безопасен для животных и для детей. Артикул 303.40 у меня... Где же тут этот аромат? Цветочный цитрусовый микс. Они тоже все классные, но один аромат быстро приедается, поэтому заказываю разные периодически. Они меня все полностью устраивают. Защита от детей есть. У меня Крис любит вот попшикать, а я их обзакрываю и все. Извините. До свидания. Так, девочки, даю полноценный отзыв на парфюм для стирки в гранулах. Артикул 308.45. Желтенький. Да использовала. Использовала только на полотенчиках, на постельном белье. И знаете, на таких теплых флисовых каких-нибудь корстюмчиках, толстовках и так далее. Что могу сказать? Вот на прошлой неделе меняла белье постельное. И постелила как раз уже то, которое было стирано с этими гранулами. Что могу сказать? Сухое белье-то хоть убей, у меня не пахнет. Не знаю, у кого-то пахнет, ради бога, пусть и пахнет. У меня нет. На мокром аромат классный. На всю комнату даже, я бы сказала. Он звучит, его слышно, он красивый, он вкусный. А на сухом нет. Я принюхиваюсь не чувствую. Но постелила белье и аромат заиграл. Вот плед постирала недавно. А я его когда собираю на ночь и потом растилаю опять, я этот аромат чувствую. В течение дня не чувствую. Но вот когда ткань движется, на самом деле аромат есть. Я не знаю, что это за интересная такая технология, но она работает. Вот если вам именно с такой вот целью что-то нужно постирать, оставить где-то аромат такой, который при движении будет возникать, то да, пожалуйста. А так, конечно, дороговато, дороговато. И вот по этой программе я взяла себе зелененький. Да, мне тоже очень понравился аромат. Сейчас пользуюсь вот именно для постельного белья, для пледов. Оставил все, больше ни на что расходовать не буду. Потому что в любом случае, если вы используете этот парфюм, все равно надо добавлять кондиционер. Одна стирка выходит дороговато. А так вот, если только постельные пледы, то нормально. Так, Ума паста зубная с апельсином. Это Ксюшкина 2885, потому что здесь есть и апельсин, и мята, которую у меня Крис, допустим, не любит. И если ваши детки не любят мят, уберите с бананом, если любят и нормально к ней относятся, то с апельсином. Пасты великолепные, хорошо очищают зубную маль. Так же, как из линейки Техно Китс, детские пасты Фаберлик. Вот мне очень нравится. Вот очень нравится, потому что состояние зубов дочери, как бы я вижу, она уже 3-4 года чистит исключительно ими. Поэтому 5 баллов вообще все отлично. В этом плане нареканий нет. Если я со взрослыми не подружилась, то она вот с детскими очень хорошо подружилась. Так, давайте дальше по БАДам пройдемся. Три пока нашла. Один из моих любимых БАДов это Энерджи Бум, девчонки. Это энергетик, который лучше принимать в таблетированной форме, нежели баночный. Здесь нет красителя, здесь нет сахара, все отлично. Здесь кофеин Гуарана, артикул 157-27. Если вы не выспаетесь, вот сейчас вот это осеннее пора, хандра, я еще себе баночку прям заказала, поставила. И по одной штучке в завтрак выпиваю. Мне достаточно одной, чтобы вот в тонусе этот день прожить. Потому что много уроков, рано вставать, если все лето мы там спали до 9, то сейчас в 7. В общем, как-то так. Хорошая штука, если вам надо, допустим, там перебрать что-то дома и сделать это быстро, то прям в 2 с утра бахните, и все в руках будет гореть. Нравится. Люблю такие вещи на самом деле, потому что люблю все успевать, и люблю, чтобы день был продуктивным, скажем так. Репродуктивная мужская система. Наконец-то муж добил, потому что постоянно забывал. Если вот я не бахну их на стол сегодня, пить не будет. Так, артикул 156.95. Ну что, ну пропил, ну пропил. Ничего не могу сказать, девчонки. Взяла вот чисто вот, чтобы хорошо было. Вот, поэтому, что я вам могу сказать? Все нормально, плохого ничего не случилось. Точно. Лецитин. Это поддержка печени, достаточно мощная, достаточно такая классная. Способствует даже восстановлению клеток печени. По типу эссенциали даже работает. Читала про него. Взяла вторую баночку, уже вторую пью. Хочу прям такой полноценный курс пропить. Они пьются по 1-2 раза в день. Пью в завтрак и в ужин. Каждому органу нужна поддержка. Простите, уже 40 лет почти. 158-10. Вот пью, ничего плохого тоже сказать не могу. Так, поехали дальше. Дальше что у нас тут с вами? С вами. Уход. Так, дезик. Вот у нас как раз новый. Он неправильно в каталоге нарисован. Он нарисован, как и другие дезики. Со старым распылителем. Но нет, он приходится вот таким вот новым распылителем. Большим вот таким. Именно вот этот фиолетовый. Артикул 68-00. Нормальный тезик. На холодное время года вообще нормально. На лето я заметила, мне не хватало серии Айдео. Ни твердых, ни вот этих в спрее. Он тоже такой, знаете, удушающий. То есть, когда распыляешь, окружающие вокруг могут разбегаться. Кто не переносит ярких одушек. Потом это облако улетучивается по всей квартире. Запах такой стоит классный. Но вот этот момент вот есть в дезодорантах Фаберлик. То есть, они такие удушающие. Так, дальше, девчонки. У нас с вами детокс-скраб для кожи головы. Вулканический пепел в артикуле 77-33. Мне нравится очень серия Арису. К сожалению, ее потихоньку выводят. Поэтому, если у вас есть какие-то любимчики, смотрите, мониторьте на сайте в распродажах. Ее выводят. Классный скраб. На самом деле, дольше голова остается чистой. И кожа головы дольше прикорневой объемчик держится. Вообще, не каждый скраб на самом деле работает как скраб. Некоторые, наоборот, утяжеляют. Ну, делают так люди. Вот этот прям рекомендую. Если у вас жирная кожа головы и хотите немножко продлить свежесть, чистоты волос, попробуйте. Тоник от Омега Хит. Так, артикул 67-40. Нравится. Вообще нравится. Вообще, эта линейка очень-очень неплохая. За свои деньги прям очень неплохая. Такая базовая, но работающая. Вот прям рекомендую присмотреться. Тоник дарит хорошее увлажнение. То есть, без эффекта утяжеления. Но он прям кожу увлажняет. Если сделали какую-то масочку или умылись, и у вас кожу стянуло, даже один тоник, он прям уже как-то проблему решает. Поэтому к линейке присмотреться можно. Одна из моих любимых масочек из линейки Global Oxygen. Артикул 0857. Вообще классная. Это пенящаяся маска, которую вы тонким слоем наносите, а она у вас начинает пузыриться на лице. Круто очищает, потягивает, выравнивает тон, дарит свежий вид. Я бы ее назвала такое вот экстренное средство перед выходом куда-то сделать супер. Единственный у нее недостаток, трубочка, которая подается эта маска в дозатор, не достает до дна. Поэтому где-то вот когда столько остается, я ее выковыриваю с подручными средствами. Это прям вот косяк-косячина. Но не знаю, что в обратную связь надо писать. Так, дальше. Сухой шампунь для темных волос. Артикул 2870. Нормальный, средненький такой сухой шампунь. Действительно продлевает частоту волосиков, но я не с этой целью использую сухие шампуни, а для того, чтобы был прикорневой объем. Вот исключительно для этого. Потому что у меня волосы жирнятся быстро. Через день я мою голову. И вот как-то один день я иногда могу на корешки вот так вот распределить. Все. Нормальный, средний, средний. Дрим Терпи. Это крем масло для душа. Артикул 2614. Классная вообще вещь на душ перед сном. Вот прям действительно расслабляет. Аромат такой обволакивающий, нежный, классный, суперский. Мне вообще нравится. Я вот люблю без мочалки, без всего. Перед сном с вот этим крем маслом. Кожу не сушат. Кожа потом мягенькая. С мочалкой пенится хорошо. Поэтому вещь классная, вообще суперская. Вот так вот на подарочек. Здорово вообще. Так, еще одна паста с апельсином у нас тут. Теперь еще чуть-чуть и декоративка. Маска витамин D3 голубенькая. Артикула здесь на банке, к сожалению, нет. Нравится. Она освежает. Мне нравилось ее использовать летом. Она по распродажам часто бывает у нас. Где-то на 5 применений мне хватает. Неудобное нанесение, потому что это прям желе-желе. И сначала приходится в руках разминать. И потом наносить. Ну, тоже в руках разминать аккуратно. А потом наносить на лицо. Тихонечко. Потому что она может кусками прям отваливаться. Неудобно. Но эффект классный. Кожа потом более упругая. И выравнивает цвет. И слегка так холодит. Маска прикольная. Так, дальше. Выкидываю куркуму. Потому что уже давно стоит. Это дневной крем с SPF. Мне он тяжеловат. Хотя я достаточно, смотрите, много израсходовала, когда были холодные дни. Но я знаю, что я им пользоваться больше не буду. У него потом просто срок годности истечет. И все. Поэтому я его выкидываю. На лето мне тяжеловат. Вообще, я так поняла, фаберлик SPF-ки, они мне лично все тяжеловаты. Вот где есть в кремах SPF, это вот точно не моя история. Но остальные средства из этой серии просто шикарные. Поехали, декоративочка. Прям несколько у меня туши. И несколько у меня тут туши сплошные. Так, во-первых, выкидываю вот такой вот глиттер. Лежит уже тоже 100 лет. А 64... Потрясающе вообще. 64,86 артикуль. И они издеваются. Тише час у ребенка. 57-й раз пробую доснять ролик, потому что он засверлил, зараза. Так, по глиттеру, значит, у нас с вами. Не знаю, куда его применять. Здесь очень крупные блестки. Мы на Новый год что-то делали. Возможно, даже открытки какие-то украшали. Давно лежит. И уже пора его выбрасывать. Здесь прям огромные звезды. И много таких вот крупных блесточек различного цвета. Так, дальше туши. Три штуки, девчонки. 4, 3, 3, 4. Первый, фест-класс. Это мой любимчик. В коричневом оттенке. Но в последнее время она как-то быстро сохнет. В общем, нашла лучшее, поэтому... Но Фаберлик она у меня в фаворитах. 53,72 артикул в коричневом оттенке. Здесь кисточка не силиконовая, обычная. Вот такая вот фибровая. И в коричневом оттенке она мне прям очень нравится. С третьего слоя можно добиться эффекта вау. Но когда она начинает подсыхать, она выдает комочки. Ну, в принципе, на месяца полтора-два мне ее всегда хватает. Отлично, супер, классно. Очень достойная тушь. За такие деньги, девчонки, вообще шикарная. Еще одна любимая тушь Фаберлик это Miss Curl. Она у меня в коричневом оттенке. Артикул 57,62. Здесь уже силиконовая изогнутая кисточка. Просто великолепная. Она может и подкручивать, она может и фиксировать. Вау-эффект тоже дает где-то с третьего слоя. А так достаточно естественные, удлиненные, хорошо прочесанные, не склеенные реснички. Но ей надо еще дать время раскраситься. Она сначала прям их делает очень естественными. А я люблю, чтобы это издалека хлопай, ресницы не взлетай. Следующая тушь, после обновления ее взяла, забыла, как называется, девчонки, 502-01. Объемная. Вот из этой серии лучше малиновая тушь. Это вообще ни о чем. Мне не понравилось, она так у меня и валяется. Применения не нашла, поэтому выбрасываю. Вот такая вот кисточка фибровая получается, да. Немножко к уголку так скошенная треугольничком. Она ничего с ресницами не делает. Это вот, знаете, подчеркнуть естественный взгляд. Ни о чем, вот ни о чем. Вот малиновая из этой серии, она великолепная, это нет. Следующая тушь, это у нас что-то с вами там бриллиант, помните, вот такая вот форма интересная. Слушайте, у меня тут даже артикул отклеился. Ну, я знаю, многие с ней подружились, многие ее любят. Она у меня, во-первых, отпечатывается, во-вторых, жутко мажет века. Здесь интересная такая кисточка, даже не треугольничком, а видите, вот она интересная. Она силиконовая. Она прям интересная. С одной стороны такая, как елочка, с другой стороны приплюснутая. Можно к ней приловчиться, можно пользоваться, но я не люблю танцы с бубнами, если есть нормальные туши. Зачем? Я не подружилась. Она у меня отпечатывается, она у меня плохо смывается с эффектом панды, мне вообще не понравилось. Я уже отзыв вам о ней вставляла. Так, дальше, что у нас с вами еще из декоративочки. Тональный крем, вот этот зелененький, выкидываю тоже, потому что, ну, потому что лежит без дела и есть лучше 66-62 артикул. Он позиционируется как тональник для жирной кожи с зеленым чаем и должен как бы матировать. Но он с этой функцией не очень хорошо справляется, он все равно потом блестит. И жирноват, вот жирноват, мне не очень нравится. Ну, вот кушон, это прям счастье. Вот сейчас новый тональник, который концентрированный, тоже, кстати, очень понравился. Его граммулечку прям наносишь, по всему лицу разносишь и прям блюр эффект и эффект матирования. Здесь нет, но это прям бюджетный вариант. У кого сухая кожа, у кого нормальная кожа, прям вот можно смело присмотреться. Подойдет, подойдет. Так, выкидываю тенюшки, потому что они уже засохли, даже артикул не увижу. Но что хочу сказать, жидкие тени Фаберлик, они классные. Они классные, красивучие, уже засохли, прям совсем засохли. Это такой был темный красивый оттеночек, которым можно было и нижний век подвести там. Это старый еще формат, сейчас они в новом формате, но оттенки остались те же. Так, выкидываю, девочки, фиксирующий гель для бровей, артикул 502.13. Вот так он выглядит, потому что он мне ничего не фиксирует. Это прям для послушных бровей, у кого тоненькие волоски, можно что-то поставить. Мои ставятся и тут же опускаются. Он очень слабый по мне, поэтому я его выбрасываю, мои хорошие. Вот их могу поставить, могу зафиксировать, даже вот если прочесывать сначала в обратном направлении, а потом вот так, все равно у меня брови с ним не стоят. Они опускаются потом, они потом опускаются, и смысла я в нем не вижу. Видите, они вот потом опускаются. Поэтому нет, он слабенький, он очень слабенький. Вот если вы скажете, тоненькие волоски, послушные, то да. А так ничего он мне не фиксирует совершенно, прям вот от слова совсем. Так, дальше что выкидываю, девчонки, клей для ресниц в артикуле 556-30. Но нет, он тоже очень слабый. Вы помните, как я вам снимала обзор, да, и сколько я с ним возилась, чтобы приклеить ресницы. Нет, первая версия вообще он был бракованный. А вторая версия, он не бракованный, он нормальной консистенции, все отлично. Там прям кусками выходил сначала. Все с ним отлично, но нет, он плохо фиксирует. Нужно ждать, нужны вот эти танцы с губнами. Нет, не люблю. Купила на Вайлберри за такие же деньги, которые вот помазал, приклеил, и все. И на ура, и ходишь день здесь. Нет, я каждый день отходила, но перед этим я их час клеила. Зачем мне эта песня, да? Так, на этом все, мои хорошие. Слава Богу, мы с вами обзор досняли. Я прям этому несказанно рада. Ссылка для регистрации Фаберлик всегда под видео. Проходите, буду вам помогать. Если что, спрашивайте. Всех люблю, целую, всем пока-пока.